Турция – это основной лидер. Путевки туда нижнекамцы разбирают, как горячие пирожки. На втором месте – завораживающий таинственный Египет. Следом идет по популярности направление в Арабские Эмираты и замыкает круг Абхазия и все российские пляжи. Менее популярное направление сейчас – это Таиланд, потому что там считается, что не сезон Вьетнам. Также пользуются спросом Мальдивы, потому что сейчас очень хорошие цены на них. Ну и сейчас уже идет полным ходом бронирование на осень и зиму. На осень популярное направление – это Египет и Арабские Эмираты, потому что там уже более комфортная температура воздуха. На зиму больше такие азиатские направления, как Таиланд, Шри-Ланка, Мальдивы также, Вьетнам, Китай. Больше стали ездить туристы по России. Спросом пользуются такие направления, как Адлер и Дагестан. Отпускники покупают также экскурсионные туры в Санкт-Петербург, Москву, Калининград и на Байкал. Средний ценник по зарубежному направлению от 150 тысяч рублей, по России от 100 тысяч рублей, Дагестан от 80 тысяч рублей на двоих. Как, например, мы бы взяли отель в Турции, по системе все включено. Как говорят туроператоры, цены каждый день растут. Взлетели они почти в два раза по сравнению с началом года. Поэтому лучший вариант сэкономить – это бронировать туры заранее. Если вы уходите в отпуск летом, то выгоднее покупать путевку зимой. И наоборот. Клиенты, которые последовали этому лайфхаку, сейчас очень довольны. Судя по опросу, нижнекамцы все-таки пока не готовы тратить на свой отдых баснословные деньги. Я готова потратить, наверное, от района от 100. Я как раз в этом году и еду в отпуск. У нас выходит где-то 101-103 тысячи на двоих. Куда едете? В Абхазию. Почему именно туда вы решили? Нам очень понравилось, как про него рассказывают. И мы решили то, что хотим тоже ощутить своими глазами. А бронировали заранее? Бронировали заранее, через пюре агентства. Потратили, готово, ну, тысячи пятьдесят. Если они будут, конечно. А так в основном, куда вы ездите? За границу последние пять лет не ездила. В основном по России. Санкт-Петербург, Москва. Мечта на Байкал попасть. Мы вот съездили в Соли-Леске. Где-то 60, по-моему, потратили. Вот вчера приехали. Почему именно туда решили поехать, а не за границу? Ну, так сложилось. Ситуация такая. А за границу ездить? Ну, мне на семью 350 понадобится. Дороговато? Да. Но самое главное, планируя отпуск, лучше обращаться к опытным турагентам. Они не только подберут вам вариант по вашим запросам, но еще и поделятся полезными советами пребывания в той или иной стране, чтобы ваш отдых оставил только приятные воспоминания. Вера Муратова, Максим Липин, Новости НТР.